В области проживают более 29 тысяч лиц с инвалидностью, в их числе более 3 тысяч детей. За последние 5 лет сумма финансирования на обеспечение людей с ограниченными возможностями, средствами и услугами социальной реабилитации увеличена в 3 раза. С 1 июля текущего года вступил в силу новый социальный кодекс. В нем указаны такие нововведения, как увеличение нормы гигиенических средств, обеспечение особенных детей санитарно-курортным лечением сроком на 14 дней и другие. Также в рамках поддержки людей с инвалидностью оказываются социальные услуги на дому. На сегодня функционирует 26 отделений, 50 служб социальной помощи на дому, 553 социальных работника обслуживают порядка 3 тысяч человек, в том числе лиц с инвалидностью 258 и порядка 200 человек – это детей с инвалидностью. На эти цели из государственного бюджета у нас предусмотрено 1,7 миллиарда тенге. Как отмечает руководитель управления координацией занятости и социальных программ, в последние годы увеличилась занятость и, соответственно, мобильность лиц с инвалидностью. Для этого в семи регионах области действует услуга «Инватакси», которой воспользовалось 322 человека. Обновляется и автопарк. Две специализированные машины были закуплены для Окольского района и города Кокшетау. Также повсеместно действует институт советников Акима по вопросам инвалидности. Целью института является тесная, сама одна из главных задач – это тесное взаимодействие с государственными органами. Для чего? Для своевременного оперативного решения проблемных вопросов лиц с инвалидностью. Также управление с привлечением представителей государственных органов, здравоохранения, образования, департамента комитета социальной защиты, городские районы, отделы занятости, карьерные центры. В онлайн-режиме мы проводим 10-го числа день открытых дверей по вопросам лиц с инвалидностью. Мы его начали не так давно проводить, поэтому уже проведено 8 мероприятий. Большая работа проводится в сфере трудоустройства. Ведомством проводится информационно-разъяснительная работа по поиску работы лиц с инвалидностью, направляются письма по имеющимся вакансиям. Так, по региону официально работает 291 человек с ограниченными возможностями. При этом работодатели, приглашающие на работу таких людей, могут получить субсидии на затраты по реализации безбарьерной среды. В этом году на это выделено 20,7 миллиона тенге. Также поддержка лиц с инвалидностью охватывает различные сферы жизни. В частности, уже третий год обеспечения людей с ограниченными возможностями осуществляется через портал социальных услуг. Это позволяет человеку самостоятельно выбирать поставщика средств и услуг реабилитации, не выходя из дома. Таким образом, в текущем году подано более 13 тысяч заявлений. На сегодня у нас уже обеспечено порядка 12,5 тысяч человек от 94% от поданных заявлений. Освоено порядка 1,3 миллиарда тенге. Здесь нужно сказать, что более половины, 6600 человек обеспечиваются обязательными гигиеническими средствами. Санаторно-курортным лечением было обеспечено на сегодняшний день 2400 человек. Протезно-ортопедическую помощь у нас сегодня получили услуги порядка 1500 лиц с инвалидностью. С трудологической помощью порядка 400 человек. Тифлотехническими средствами 714 человек. И порядка 600 человек обеспечивают кресло-колясками. Два года назад в регионе создан союз лиц с инвалидностью Берлёк. В основе работы объединения лежат несколько принципов, в числе которых развитие безбарьерной среды, спорт, здоровье, трудовая занятость. Также союз занимается профессиональной реабилитацией. Мы должны были обучить 25 человек с пятью успешными историями. Но у нас получилось больше людей прошло курс обучения. И успешных историй у нас получилось 11. Чему мы тоже очень рады. Благодаря вот таким проектам, такой поддержке мы еще, не побоюсь этого слова, похвастаться, когда в Стане создали первую, наверное, онлайн такую подсказку для лиц с наушин в органах слуха по изучению правил дорожного движения. То есть было 41 видеоуроков, которые мы перевели на жест в язык и все это загрузили на наш сайт. При учреждении располагается колл-центр, который помогает нуждающимся по всем необходимым вопросам. Операторами и специалистами по работе с документацией здесь выступают лица с нарушением опорно-двигательного аппарата. Рабочие места они получили в рамках выделения специальных квот от органов занятости. Также при Союзе имеются мастерские по ремонту инвалидных колясок и небольшой цех по заточке инструментов, который открыт при поддержке государства. Так Константин Нохрым проводит свой рабочий день у станков. Молодой человек с юных лет увлекался различной техникой, начинав свою трудовую деятельность со станции технического обслуживания. При этом, по словам мужчины, своей текущей деятельности, а именно заточке инструментов, он обучался самостоятельно в свободное время. Затачиваем как маникюрный инструмент, так же плотницкий инструмент, стамески. И так как сейчас сезон зимней рыбалки, точим все виды рыбацких снастей, инструментов. Ножи на бур, например. Так же и производим ремонт швейного оборудования, мишкопрошивочные машинки. В этом году Константин получил грант от государства на открытие собственной мастерской. Благодаря поддержке от государства он оборудовал небольшое помещение, закупил точильное оборудование и другие необходимые инструменты. За небольшой промежуток времени об этом месте узнали по всему городу, поэтому на спрос мужчины не жалуются. В 2023 году получил грант от государства в размере 1 380 000 на открытие своего дела. Приходил сюда изначально на ремонт колясок. И на колясок. Это по программе, на бесплатной основе все. Потом в мастерской просто для себя, коллегам точил ножи, топоры на других штанках. Ну и решил, что можно в принципе это превратить в свое занятие профессиональное. На основном, да, это посредством интернета, OLX сайты, также Инстаграм страница своя. Также, ну и сарафанное радио. Люди, которые приходят, советуют другим. Пример Константина далеко не единственный по региону. Государством активно оказывается помощь лицам с инвалидностью. Причем не только в получении рабочих мест, но и открытии собственного дела. Для этого проводятся обучающие курсы. Хороший пример, да, обучение основам бизнеса. Ну, я скажу, если ранее у нас немного, то в текущем году 256 лиц с инвалидностью прошли вот именно это направление. То есть по созданию своего дела, а не обучение. Гранты на реализацию новых бизнес-идей на конкурсной основе в размере до 400 МРП получили 41 лицо с инвалидностью. То есть грантами начали заниматься. И 22 человека, лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью. Сферы бизнес-идей не ограничены. Люди с ограниченными возможностями открывают собственные цветочные магазины, мастерские по ремонту ювелирных украшений и даже коррекционные центры. Константин же, в свою очередь, планирует в скором времени расширить свое рабочее место и продолжать дело уже не в одиночку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова